Визитная карточка Бреста, грибной канал, который только недавно отпраздновал первый 10-летний юбилей, встречал гостей из России. Вопросов у наших коллег было много, но примечательно то, что большинство представителей прессы были хорошо наслышаны о месте, где проходят крупнейшие состязания, белорусские, республиканские и международные. Экскурсия продолжилась в самом спортивном комплексе. Гости имели возможность познакомиться с этапами развития грибного канала, увидеть трофеи за высокие спортивные достижения и узнать о героях, прославляющих Брестский край и Беларусь. Плавно перешли к главному вопросу о перспективных направлениях туристического потенциала союзного государства на примере нашей области. А поскольку Брещено славится объектами историко-культурного наследия, а агроусадебный бизнес из года в год набирает обороты, что говорить о давно зарекомендовавших себя за пределами страны санаториях и домах отдыха, гордиться есть чем. Успехи в этой отрасли есть, но, как говорится, нет предела совершенству. Работа по наращиванию туристического потенциала ведется, пробелы грамотно и планомерно восполняются. Потенциал развития непосредственно туристического направления Брестской области огромный. Можете себе представить, что в принципе по своим объемам потенциального поступления выручки значительно превышает то, что нам сейчас приносят наши молочные области или какие-то другие направления. Нужно только грамотно, спокойно это направление развивать. В некоторых странах Европы, тех странах, которые имеют хорошие традиции производственные, тем не менее, в общем объеме ВВП выручка, получаемая от туризма, составляет большую половину. Представляете, сколько мы можем получать денежных средств и насколько это важно для нас. Это рабочие места, рабочие места как квалифицированные, так и нет. Это налоги. Потенциал у нас для этого есть. В диалоге с Михаилом Серковым гости обменялись впечатлениями о приезде в Брест, отметили чистоту улиц и поинтересовались у представителя власти об умении поддерживать порядок повсеместно. Похвалили продукцию, производимую в областном центре, поделились планами о том, где хотелось бы побывать, будучи на Брещене. Среди гостей областного центра сотрудники известных изданий «Московский комсомолец», «Российская газета», «Комсомольская правда», ведущие блогеры России. Кто-то впервые, а кто-то не единожды в Бресте. Однако все, без исключения, пребывали в волнительном ожидании посещения мемориала «Брестская крепость-герой». Я, наверное, человек сентиментальный, но мне больше всего хотелось увидеть Брестскую крепость, но это желание увидеть, вообще, как бы, оно немножко вместе со страхом. Объясню, почему. Кто-нибудь был из вас в Волгограде? Значит, я когда первый раз приехала в Волгоград и увидела, значит, монумент «Родина-мать» в окно гостиницы, я очень пожалела волгоградцев, потому что я подумала, первый день, когда ты приезжаешь, сердце щемит, понимаешь, мощь всего этого. На второй день ты уже смотришь на это более спокойно. Я все время думала, а вот это вот ощущение, вот этой мощи, вот этой вот боли в душе, оно проходит, если ты ее видишь каждый день? Вот тут же самое я испытала, когда увидела монумент, который за моей спиной. Я его очень часто видела на картинках, и сейчас я стою, у меня сердце стучит. Экскурсия по Брестской крепости была одной из составляющих насыщенной программы для гостей, и она не могла оставить равнодушными представителей прессы. Визит на Брещину предусматривал и посещение других историко-культурных объектов, Беловежи в Каменце, усадьбы Немцевичей в Скоках, а также Беловежской пущи. Увидеть я здесь хотела вотчину Деда Мороза, родину. Объясню почему. Я из Вологды. Наверное, слышали. Великий Устюг, родина российского Деда Мороза. Очень хочется посмотреть, очень хочется сравнить, очень хочется узнать, как здесь все устроено. Я привезла подарки сводчину Деда Мороза вашему Деду Морозу. Нам было интересно узнать, что можно увидеть еще, что нового она может рассказать, показать, заинтересовать. Может быть, за это время придуманы какие-то новые туристические маршруты. Поэтому нам было интересно, что, допустим, с детьми можно отдохнуть у вас на канале. То есть мы как-то никогда не думали, что канал может быть использован с точки зрения туристический. То есть он спортивный, да. Оказывается, можно взять в гостиницу и даже могут вас научить гребли. То есть почему бы нет? Можно покататься на велосипедах. Если у вас есть шенгенская виза, то можно заодно и в Польшу заехать на велосипеде. Тоже интересно, потому что Беловежская пуща для, допустим, у россиян больше мнения о том, что нужно ехать зимой. Потому что у вас есть там избушка Деда Мороза и Баба-Яги. А что делать летом? Что летом делать в Бресте? Поэтому я надеюсь, что мы увидим еще много всего интересного. Российские журналисты имели возможность познакомиться с потенциалом Полесского края с разных ракурсов. И выполнить поставленную задачу – увидеть туристические направления, развивающиеся на Брещене. Визиты в ознакомительном ключе российских гостей полезны для двух сторон. Сотрудники средств массовой информации уже скоро поделятся впечатлениями со своими читателями. А Брещена приобретет новых потенциальных туристов. 2000 объектов только историко-культурного наследия, порядка 700 учреждений, которые этим могут заниматься. Очень красивые, уникальные места, причем Брестская крепость, Низинное болото, Полесье, Беловежская пуща и масса других объектов. Поэтому я надеюсь, что это будет еще один шаг по рекламе нашей Родины. Я надеюсь, что это будет еще один шаг по увеличению нашего туристического потенциала. София Бережная, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.